В Сибири уже совсем скоро состоится открытие лагерного сезона. Администрация учреждений, где будут летом отдыхать дети, стараются отойти от стереотипов и придумывают необычные тематические смены и даже целые лагеря. Так в Новосибирске дети будут кататься на серфе, а мечи отправятся на остров. Подробнее Данил Выжевский. Новосибирские ребята уже ждут попутного ветра. В летней школе «Ветру да» собрано самое современное оборудование для активного отдыха на воде. Здесь и кайты, и доски для виндсерфинга, и балансборды, и водные лыжи. А посреди площадки уже начали монтировать каркас для батута. Совершить такое небольшое морское путешествие. Дети сами участвуют во всем процессе. Они могут поднять паруса, подергать за шкоты, порулить настоящей спортивной яхтой. Им это, конечно, очень нравится. Почувствовать себя настоящими матросами. Омская детвора этим летом тоже сможет отдохнуть на берегу реки. Омскому лагерю пострелят, а в этом году 19 лет. И с годами он становится только популярнее. Несмотря на то, что это далеко не комфортабельный гостиничный корпус. Дети здесь живут на острове посреди РТШ в палатках. Опытные педагоги городского дворца детского и юношеского творчества говорят, это настоящая школа выживания. К слову, мобильные телефоны на острове под запретом. Это помогает детям отвлечься от гаджетов и интернета и попрактиковать живое общение. Постановка палаток, сборка-разборка автоматов, стрельба из пневматического оружия, еще раз говорю, преодоление туристических всевозможных препятствий, знаки бедствия, знания и умения выживать в любых погодных и природных условиях. То есть вот эти знания они получают. Кузбассовцы тоже за палаточные лагеря. Так в Кемерове готовится пилотный проект для детей, которые занимаются единоборствами. Причем денег за путевки брать не планируют. Дети уже готовятся к поездке сразу в нескольких секциях. Каратэ, дзюдо, айкидо и рукопашный бой. Среди традиционных развлечений – метание ножа, стрельба, встреча с ветеранами. Упражнения адаптированы именно под жизнь. То есть это не спортзал, это пересеченная местность, это поле, это асфальт, если это в городе происходит. И те упражнения, которые отрабатываются в спортзале, они адаптированы именно под реальные условия. А вот в лагере Юный Томич все наоборот. От муниципальных лагерей это место отличается не только образовательной программой, но и высоким комфортом. Вместо уборщиц – горничные. Детям не обязательно следить за порядком. В столовой лагере работают официанты. Детей здесь учат IT-технологиям, научно-техническому творчеству и 3D-моделированию. У нас там много в лагере работают людей университета, которые, да, это электрики, сантехники. Это люди, которые приходят, смотрят все оборудование, налаживают котельную. Конечно, то есть именно специалистами высокого уровня нам тоже помогают. Это и фундамент проверяли, и стены проверяли, чтобы у нас ничего, соответственно, не разрушилось. К слову, требования к безопасности стандартны для всех лагерей. Но за последний год они ужесточились из-за прошлогодней трагедии в Карелии. 18 июня несколько десятков детей в сопровождении инструкторов отправились на лодках на озеро и попали в шторм. Погибли 14 человек. Поэтому сейчас и увеличилось количество проверок, особенно по противопожарному обеспечению электрики. Даже в бассейнах оздоровительных учреждений теперь требуют присутствия спасателей. Данила Выжевский, Сергей Степанишин. Новости здесь, Омск.